Это один миллион долларов, а это 15 крупнейших ютюберов. У нас тут Логан Пол, Белла Порч, Зи Эйчси и многие другие. Они будут участвовать в 10 масштабных испытаниях, а победители каждого из них поборются за один миллион долларов. Первое испытание — Олимпийский бегун. Кто первый коснется, его пройдет дальше. Начали! Я догоню тебя, детка! Как я уже сказал ранее, мест в видео всего 10, а участников 15. Притормози, бро! Кто первый коснется, получит место. Боже мой, посмотрите на это! Я тебя поймаю! Это было быстро! Я самый быстрый на памяти. Второе испытание. Выбери следующего участника. Ловко мы придумали. О, да, все так просто! Это места победителей. Вы заняли первые два. Я продолжу. Было просто. Ага. На третьем испытании мы завязали всем глаза и спрятали деньги на верхнем этаже этого стадиона стоимостью 10 миллиардов. Посмотрите туда. Они все стоят посреди поля, ничего не понимая. Можете снять повязки. Миллион долларов спрятан где-то на стадионе. Кто первый коснется, проходит дальше. Я нигде его не вижу. Стоит проверить на четвертом этаже. Я поеду на шестой, потому что там звездочка. Я на третьем уровне. Эй, миллион долларов! Он должен быть на первом. Они не пошли выше. Я полностью оббежал четвертый этаж. Ничего не нашел. Посмотрите, сколько тут места. Я иду наверх. Пойдем наверх. Шестой этаж. Тут камеры. Это что-то дозначит. Здесь есть камера. Как же я набегался. Да, 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 да. Я нашел миллион долларов. Деньги сайты. Нет. Я рад, что проснулся ради этого. Мы привели оставшихся участников и троих победителей в театр Ютьюба. Он рядом со стадионом. Дальше у нас викторина, и она довольно простая. Вне один вопрос. Сколько подписчиков у всех присутствующих и у меня? Вместе взятых. Я дам вам минуту. Удачи! Я видела все каналы, но понятия не имею, сколько у кого подписчиков. Я ткну пальцем в небо. Минуты не хватит на эту математику. Это простая арифметика. Престон, сколько у тебя? Не двадцать? Почти. Логан, а у тебя сколько? Двадцать три. Двадцать три. Перестань спрашивать. Кажется, он недавно набрал двадцать. Я никому не скажу. Парни, а сколько у вас подписчиков? У меня восемь и два. У меня пять и восемь. Белла, как ты думаешь, сколько у него? Я тоже не знаю. Вижу, Зак проводит опрос. Зак спрашивает всех, сколько у них подписчиков. Осталось двадцать секунд. Что, что, что? Не отвлекай меня, Ченгар. Хотите увидеть мой ответ? Да, я хочу увидеть. Тут нолика не хватает. Точно, да. Я просто предполагаю. Десять секунд. Три, два, один. Все, положите ручки. Всего подписчиков двести тридцать три миллиона сорок две тысячи пятьсот двадцать. Ого, он угадал, бро. Никто даже близко не был к ответу с DHC. Поздравляю, Зак. Молодец. Поцелуи. Ну что ж, мы выбрали четырех из десяти участников. На следующее испытание мы заполнили весь стадион картонными фигурками и манекенами Карла. Но среди них и настоящий Карл. Кто первый коснется настоящего Карла, пройдет дальше. Можете идти. Здорово. Ладно. Найдите Карла. Боже мой. Они бегут. Они бегут. Так, я осматриваюсь. Пытаюсь заметить движение. Карл. Это так странно. Так много Карлов. Они не могут найти меня. Где этот парень? Я найду тебя, Карл. Я думаю, он наверху. Почему эти манекены такие реалистичные? Вы ищете Карла. В нем примерно метр восемьдесят. Джимми сказал, что я высокий. Мне кажется, Белла победит в этом соревновании. Погоди-ка. Это значит, она была на верном пути. Ладно, я иду за Беллой. О, боже. Эй, это просто Чендлер. Это только вопрос времени. Как же я волнуюсь. Боже. Я нашла его. Поздравляю, ты меня нашла. Я уже собиралась развернуться. Вон он где. Я был на нужном этаже. Ну что ж, мы уже набрали половину участников. Если бы я был одним из десяти оставшихся, я бы уже нервничал. Я буду во второй половине. Эй, Рак давно не произносил ни слова. Расскажите мне в покое. Он в лице. Ты вообще участвуешь в соревновании? Я пытаюсь. Я пытаюсь. У нас сделаны на заказ куклы каждого из вас. И мы загрузим их в эту пушку. Если посмотрите туда, увидите гигантскую мишень. Кто попадет ближе к центру, тот победит. Вот твоя кукла. Не двигайся. Думаю, это верный угол. Это было очень неплохо. Кто следующий? Она маленького роста и не дотягивается до прицела, поэтому встала на мэта. Это называется дружба. Она почти попала в центр. Враг не буду, она может победить. Все три выстрела попали в цель. Они стреляют куклами лучше, чем я думал. Нужно целить не слишком низко и не слишком высоко. Нужна золотая середина. Смотрите, он объясняет, как надо делать, хотя сам проиграет. Ладно. Это судьба любого создателя игры. Вот так? Вот так? Не так. Это пока худший выстрел. Это моя кукла, и она попадет прямо в середину цели. Очень близко. Я даже не знаю, кто теперь ведет. Все знают, что это лучший способ измерения. Она в большом пальце и мизинце от середины. А ты чуть больше, чем в большом пальце и мизинце. Роуз, поздравляй, ты проходишь. Молодец. Дальше девять участников столкнутся в конкурсе талантов, который будет судить доктор Фил. Привет, ребята. Участники спрашивают, вы представляете, что будете судить? Если меня вырвет, плохо. Если нет, хорошо. Мистер доктор, я очень рад познакомиться. Как твои дела? Теперь хорошо, раз я с вами. Покажи нам свой талант. Я иду, я иду, я иду, я иду. Смотрите, как он крутой. Это очень опасно. Ладно, давай. Мой палец. Ты смог, ты смог, ты смог, ты смог. Я люблю вас, доктор Фил. Я выиграл или... Мы дадим знать. А дальше у нас Лекси Ривера. Это все, что я могу. Что значит, это все, что ты можешь? Это очень впечатляюще. По мере того, как шоу талантов продолжалось, стало ясно, что у одних конкурсантов талантов больше, чем у других. 3,14. Ладно, ладно. А как зовут ведущего ночного ток-шоу, который потерял равновесие? Джимми Упалин. Это обычная купюра, да? Нарисуйте что-нибудь, что я не смогу угадать. Тут у меня платок. Держите его, все лежит вон там. Абракадабра. Магии не существует, доктор Фил. Я разрежу его. Это ваш доллар, доктор Фил? Это мой рисунок на долларе. Бросаю ночь. И теперь, когда все проявили свои таланты, пришло время доктору Филу выбрать фаворита. Я думаю, что это будет... Это будет Марк. Поздравляю, Марк, ты проходишь дальше. Следующее испытание. Осталось 8 участников, но у нас всего 3 места. Веселье и игры окончены. Теперь все серьезно. Джендлер, покажи, что дальше. Тот, кто первым сможет унитаз и вернется сюда, победит. Быстрее! Боже, они такие быстрые! Нам что, бегать по всему стадиону? Они не поняли, что могли спустить воду в этом унитазе. Я пойду наверх. Чем дальше я зайду, тем больше у меня шансов. Что это за испытание? Я вижу там Райана. Я надеюсь, что им весело. Они ищут туалет. Скорее всего, нет. Нет! Подожди! Да! Смыл! Смыл! Бежим! Я это сделал! Я не могу в это поверить. Поздравляю, Зак. Ты быстрее всех нашел туалет и смыл. И дальше пройдут только двое. Для следующего испытания мы подготовили 7 дорожек для боулинга на каждой по 100 кегель. Кто собьет больше кегель, пройдет дальше. На первой дорожке лицо Мэтта-пэта. Ты первый. Боулинг – это религия среди всей нашей большой семьи. Неважно, просто бросай. Отлично. Так, он бросил. Посмотрим. Ушел вправо! Так, давай, 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 давай! Пойдет. Ты сбил 86 кеглей. Не знаю, хватит ли этого, чтобы победить. Я плохо играю в боулинг. Давай, боула порч. Ушла в бок! Ушла в боулинг. Ушла в боулинг. Ушла в боулинг. Ушла в боулинг. Вы издеваетесь? Она сбила всего 84. Мэтт по-прежнему лидирует. Я была близко. Просто сбить кегли, да? Давай, давай! Нет! Давай, 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 давай! Нет! Легче, я был на твоем месте. Боже, я нервничаю. Престон, ты в куче испытаний проиграл. Он лучше, чем Мэтт Пэт. Сейчас узнаем. Кажется, нет. Я даже считать не буду. Между тобой и соревнованием за один миллион долларов стоит этот парень. Братаны до конца. Мицкета! Эйрак против Мэтта Пэта. Хороший бросок! О, почти, почти, почти. Я пойду посчитаю. 14, 15, 16, 17. Мэтт Пэт! Ты победил! Я уничтожен. Он переходит дальше, а мы к следующему испытанию. И теперь время финального испытания. Мы выясним, кто из вас будет участвовать в прятках на один миллион долларов. Я дам своим фанатам 10 минут, чтобы они решили, кто из вас пройдет дальше. Я отправлю это в сообщество Ютьюба. Вы можете влиять на голосование, как хотите. Давай, 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 давай! Так, поделиться с подписчиками. Прошу, голосуйте за меня. Как мне победить? Как мне победить? Как мне победить? Дело жизни и смерти. Прошу, пройдите по этой ссылке. Эй, народ! Голоса подписчиков прибывают. Белла Порч лидирует. Подожди, мы на втором месте. И на третьем месте. Белла, ты всех побеждаешь. 36% голосов. Я запостила сторис в инсте и написала в твитер. Престон, ты единственный, кто может противостоять Белле. Я пытаюсь. Как скопировать ссылку? Осталось три минуты. Белла по-прежнему лидирует. Филиппины проснулись. Я столько раз запустил. На втором месте, Престон. Я попрошу голосовать за тебя. А правда? Престон сейчас борется за миллион долларов. Мне нужно, чтобы вы прошли посылки и проголосовали за него. Помогите! Не сидите просто так! Помогите нам! Белла только что получила еще процент. Итак, Белла на первом месте с 36%! Поздравляю, Белла! Идите сюда. Эти 10 финалистов будут соревноваться за этот миллион долларов в следующем видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok